Свобода попугаем! Свобода! Это древесионный люк. Здравствуйте! Очень приятно встретить вас в нашем дворе. Осень! Там подсобка. Вот. Видите, как красиво? Московский проспект, а тогда Забалканский. Там у нас технологический институт, где сначала заседало то, о чем я сейчас буду говорить. А вот здесь за решеточкой здание, классическое, между прочим, еще 19 века, такой с гирляндочками, все как мы любим. Листья жгут, листья жгут. Их убирают осень-осень. Это самое настоящее осеннее гнездо 1905 года. Здесь заседал и здесь был арестован Совет рабочих депутатов. И в этой связи крайне интересно наблюдать про разные вещи, про разные воспоминания. Вот мы про этого человека еще сегодня скажем, потому что тут он неподалеку жил со своей гражданской женой Перовской. Например, когда его арестовали, он говорил. Я убежден в том, что не особенно далека свобода, которая зальет кровью поля и нивы нашей Родины. Так как, увы, история показывает, что роскошное древо свободы требует человеческих жертв. И он оправдывал убийство Александра Второго, потому что это необходимо для дела свободы. Так как тем самым значительно пошатился то, что хитрые люди зовут правлением. Правление. Желябов был абсолютно прав. Действительно, свобода требует человеческих жертв. Об этом мы сегодня тоже будем говорить. Вот там, кстати, висит знак Осовьяхима очередной, который все идущие мимо людей не замечают. Но об этом я миллион раз рассказывал. Это тема отдельного сюжета. А я вам хочу показать две книжки, очень интересные. Вот это вообще одна из моих любимых. Написано умнейшей женщиной. Рядной Тарковой Уильямс. Потрясающие воспоминания. Она тут как в воду глядела во много где. Ну, в левой среде она не очень почитается, потому что, а, баба писала. Это, извините меня. Вот. А во-вторых, она там не очень хорошо пишет о Ленине, но очень точно, естественно. А вот это вот, все время показываю. Ну, это второй том воспоминаний Охранки. И здесь есть воспоминания Александра Герасимова. Дело в том, что парадокс исторический заключается в том, что самые точные, надежные характеристики и данные мы можем черпать из донесений агентов охранки или из донесений агентов НКВД, например. Потому что они лишены какого-то, знаете, подтекста, там, хорошего или плохого. Они просто констатируют факты. Кто, чего, куда, зачем, как он был одет, что говорил, как выглядел. То есть, именно оттуда мы можем многое подчеркнуть. Так вот, Таркова Уильямс описывает, как они... Причем она пишет про восьмую роту. Мы находимся с вами на территории рот, о чем я скажу чуть позже. А на самом деле это была не восьмая, а третья рота. Не было Яндекс.Карт, не было Google Maps. Все писалось в эмиграции. Память подводила. Это, например, вот квартира, где народовольцы встречали Новый год с 1880 на 1881. На ободном канале никто не помнит, где она находилась. Никто. Потому что она бы не была арестована, и адрес остался неизвестен. Таркова Уильямс вспоминает, как она приехала сюда на угол восьмой роты. Как раз тот день, когда был арестован этот самый совет. Она ехала со своим тогда будущим мужем Уильямсом. У них были карточки корреспондентские. Она конкретно была типа французская корреспондентка. Ну, а он работал на Guardian. Сменил Таймс на Guardian. И они по этим карточкам сюда прошли, когда уже это здание было полностью отцеплено. И там внутри творилось невообразимое. И что там творилось, я вам сейчас скажу. Но я хочу обратить внимание, как меняется контекст в зависимости от истории. Вот здесь написано. Здесь здание Вольного экономического общества. 13 ноября 1905 года на заседании Петербургского совета рабочих депутатов Ильин выступал с речью о мерах борьбы с локаутом. Вы не найдете здесь ни слова про Хрусталева. Носарь Хрусталев, который был председателем этого совета рабочих депутатов. Потому что он был расстрелян в 19-м году большевиками же. И, конечно же, вы не найдете ни строчки про самого главного персонажа. Человек, который толкал речь во время того, как арестовывали этот совет. Человек, который возглавлял его, по сути. Это Лев Давидович Троцкий. И про его ближайшего кореша и соратника Парвуса. Этого здесь не сказано. Потому что нам надо... Ну, понятно, что где Ленин упукнул, там мемориальная доска. Владимир Ильич Ленин, безусловно, одна из ключевых фигур революционного процесса. С 17-го года прежде всего. Но тогда вот это событие, оно было никак и звать ничем. И оно не нашло отражения, например, в сводках агентов охранного отделения. Потому что оно было просто одним из рядовых событий. Ленин долго жевал сопли в 1905 году, прежде чем решиться приехать сюда. Троцкий примчался моментально. И сделал здесь, опять-таки, моментальную карьеру. Так вот, этот совет рабочих депутатов, он сам организовался и начал посылать во все инстанции своих комиссаров. Он организовал свою милицию. И вот Герасимов пишет даже о том, как однажды пришли в охранное отделение, это, считаете, в царское ФСБ, люди и потребовали показать им, как содержатся преступники и выполняются ли директивы по поводу того, что нужно их освободить по политической амнистии. Вы сюда не попадете, но... Благодаря нам, вот это надо будет выкинуть, это мы тут подложили, чтобы зайти. Мы пройдем этими дворами. Их пустили в охранное отделение, они ходили, и Герасимов с ужасом пишет о том, что они могли даже пройти, посмотреть в его, извините, кабинет все секретные бумаги. Потому что это было после 17 октября 1905 года, манифест о свободах. И вот эти свободы как бы настали. Я иногда буду прерваться, чтобы показывать вам традиционные петербургские мотивы, очередной контрфорс, который просто тупо подпирает стену, чтобы она не упала. Постоянно показывают, чтобы у людей было понятие о том, как раньше строили дома. Это внутридворовые флигели, опять-таки наша любимая деталь, щель междомовая. Красивая. Много чего хранится здесь полезного. И еще один эпизод рассказывает Герасим в своих воспоминаниях, как один из этих милиционеров подошел к городовому на его глазах и сказал, что вот там во дворе выгребная яма не соответствует санитарным нормам, и они пошли туда вместе с этим городовым. Герасимов их остановил, спросил, в чем дело. Городовой говорит, вот, представители новой власти. Герасим говорит, арестуйте его немедленно, он не имеет права никакого на это. Но Герасимов с усмешкой на него посмотрел, и Герасимов вспомнил, что он в гражданской одежде и, соответственно, выглядит как просто прохожий. И, в общем, самое главное, этот совет рабочих депутатов начал активно призывать к вооруженному восстанию. То есть свергать власть, вооружаться и так далее. Смотрите, какой прекрасный угол. Ты можешь, кстати, забраться вот туда по лестнице и прямо показать, как люди там живут и что они видят. И я уже миллион раз об этом говорил, но у власти было ощущение, вот у Трепова на самом деле, который тогда был у власти, что сейчас они подпишут этот манифест 17 октября 1945 года и все заиграет новыми красками. Герасимов этого оптимизма не разделял. И пришедший новый министр внутренних дел Дурнаво, он тоже сначала как бы был в таких розовых очках и говорил, что нельзя ничего арестовать, потому что Герасимов говорил, дайте мне арестовать 600-700 человек, и я гарантирую вам, что никакого восстания не будет. Но совет этот продолжал заседать, и появилось огромное количество нелегальной литературы. Вот прямо возле церкви на Невском проспекте Герасимов прикупил себе несколько изданий в свою коллекцию, он собирал коллекцию нелегальщины. И когда этот совет рабочих депутатов стал призывать открыто к вооруженному восстанию, Герасимов сказал, что я в этой ситуации не могу ни за что отвечать, если есть определенные люди, которые призывают к таким вещам. И министр общества Акимов позволил ему арестовать этот совет, он был арестован одномоментно. Действительно, Троцкий тогда толкал речи, пришел жандарм, и Троцкий говорит, «Так, товарищи, тут вот нас хотят арестовывать, давайте мы проголосуем, позволяем мы товарищу это сделать или нет, дадим мы ему слово или нет». И жандарм в какой-то момент просто вышел, он был растерян. Но потом он вернулся и сказал, «Знаете, все-таки надо». И совет был полностью арестован, а через несколько дней Герасимов организовал операцию по арестовыванию всех тех сил, которые готовили, соответственно, восстание. Было взято три динамитных мастерские, три динамитных мастерские, можете себе представить. Около, ну, несколько сот бомб, значит, огромное количество оружия, нелегальщины и так далее. Где-то было организовано вооруженное сопротивление, но в результате этих действий, которые были совершены буквально за одни сутки, восстание в Петербурге удалось избежать. Одним ударом они, ну, тем более совет был арестован, да, одним ударом они как бы это все ликвидировали. Но при этом в Москве очень долго терялись. Однофамилец министра внутренних дел Дурновод, другой Дурновод тогда был губернатором Москвы, он там жевал сопли, и вот декабрьское восстание 1905 года, Красная Пресня, бла-бла-бла, затем подавление его Семеновским полком во главе с Мином. А Таркова Уильямс туда проникла под видом, соответственно, вот этой вот корреспонденции, и она пишет даже о том, что Троцкий подходил, ну, к ним многие подходили, говорили, товарищи, товарищи, вот, передайте это, передайте то-то, сообщите тем-то, да, совали им какие-то бумажки. И Уильямс отказывался, потому что, извините, я корреспондент, и я тут как бы лицонаблюдательная, а Троцкий, по ее воспоминаниям, даже просил их, соответственно, револьвер спрятать, ну, потому что зачем он должен доставаться этим негодяям, вот, но Уильямс тоже отказался. Вот это здание, если вы пока посмотрите на него, покажи, а я сейчас достану две книжечки, оно современное выглядит, здесь у нас архитектурный институт, ну, один из корпусов его, было построено, оно в 70-х годах, это здание, и если внимательно не присматриваться, то ничего, как бы, интересного вы и не увидите, но вы же в моей компании, да, находитесь, поэтому мы сейчас подойдем ближе. Ну, и завершая эту историю, понятно, что, как я уже сказал, не про Хрусталевая, ну, которая была, конечно, номинальной фигурой, в основном, ну, главное, про Троцкого там ничего не встретите, потому что Троцкому потом ледоруб в Мексике прилетел, и это нормальная тема, потому что, если вы, например, посмотрите на список членов Совета Рабочих Уполномоченных, как он назывался, а это самый первый из Совет рабочих депутатов в городе Иваново-Вознесенске, на тот момент, сейчас это Иваново, тогда Иваново-Вознесенск, то вы, например, узнаете, что Авенир Евстигневич Ноздрин председатель Первого Совета, самого Первого Совета председатель был, ну, загублен в 1938 году в тюрьме НКВДшной, значит, Клотилов по кличке Лапа был расстрелян, Бугнов по кличке Химик был расстрелян, а Бугнов, на секундочку, это, значит, по-современному министр образования, он был наркомом просвещения и очень много приложил сил для ликвидации безграмотности, потому что революция пожирает своих детей. Вспоминаем, соответственно, начало Жлябова. Если вы приедете на мемориал Красная Талка в городе Иваново и пойдете по этим вот, соответственно, постаментам, то там реально есть три человека, где вот даты их смерти наглядно вам говорят об их судьбе, тридцать седьмой, тридцать с восьмой год. Хотя, казалось бы, и заметьте, мы говорим не про какую-то там интеллигенцию, шейба, всех Мейерхольдов, Ахматовых и прочее. Нет, мы говорим про тех, кто реально жизнь свою положил на дело, благо народа, все остальное. Так вот, собственно, ради чего мы сюда пришли. Значит, здесь написано, что на этом доме стоял доходный дом, на этом месте стоял доходный дом, в котором с марта шестятого года по сентябрь шестятого года жил великий русский писатель Ф.М. Достоевский работал на записках из мертвого дома и романом «Униженные оскорбленные». Вверху его, соответственно, бюст. Тут лежали бы тут святые ёжки, соответственно, было бы все понятно. Это первый адрес Достоевского после того, как он вернулся в столицу. После отсидки, после, соответственно, выхода на поселение и так далее. Вот этой классической книги Сархунян, есть даже глава с Новопетербург, сразу по приезде он останется в доме Полибина в Третьей Роте Измайловского полка. И вот здесь есть где-то даже фотографии этого самого дома Полибина, как он выглядел раньше. Вот такой вот дом. Дом как дом стоял. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Вот. А вот как выглядел Федор Михайлович в ту эпоху. Я вам сейчас покажу. Посмотрите. Вот смотрите, какая неловкая у него поза. Вот он какой-то вот такой вот он. Вот чуть-чуть вот видно, что вот он стоит вот тут вот. Ну, то есть он не вот так вот стоит, да? Типа что? Он вот-вот... Жизнь его, конечно, помяла на тот момент, но все равно возвращение. Ну и, безусловно, Достоевский метил территорию. То есть везде, где он жил, он поселял своих героев. И есть, соответственно, в романе «Идиот» строчки про то, что тут и князь Мышкин спешит в Измайловский полк с Настасьей Филипповни. И еще там одна героиня, соответственно, жила в Измайловском полку. Мы с вами находимся на территории бывшего Измайловского полка. Но еще раз хочу сказать, мы об этом поговорим чуть позже, потому что мы выйдем к Тройскому собору. А этот дом Полибина, помимо Достоевского, тут бы, конечно, еще одну мемориальную доску повесить, но, в принципе, может быть, и не надо. Значит, вот эта книжка, которую я уже показывал пару раз в своих проходках, посвященных блоку, значит, здесь есть другое. Адрес Садовской писался по-старому. Измайловский проспект, 2-я рота, ныне 2-я Красноармейская, дом 6, снесен в наши дни. В начале 70-х годов этот дом Блок называл святыней. Садовская – это дама, которую Блок влюбился, и которая была старше его на много лет, практически ровесница его матери, и за которой он, с петроградской стороны, иногда следовал за ее каретой. И он стоял вот здесь, на углу, глядя на этот дом. Ну, молодой парень, что, как бы, ох уж эти поэты, да, вздыхал, думал о смерти, писал и страстные письма, и т.д., и т.п. То есть, в принципе, этот дом Полибинский, он был отмечен в истории, видите, аж двумя великими фамилиями. А я вам сейчас покажу фотографию советской эпохи, где этот дом Полибина вошел в хронику благодаря аварии. аварии. Там лежит грузовик на Баку. Надо, конечно, умудриться в Советском Союзе так поступить, но дуракам закон не писан во все эпохи. Вот с этой, с левой стороны, у нас, давай сюда чуть-чуть перейдем, чтобы лучше было видно здание. Это бывший манеж и конюшни. Одного из проповедников спорта, физкультуры и всего остального здесь когда-то был проведен первый у нас чемпионат по тяжелой атлетике. Первый чемпионат в России. А вот, знаешь, у нас 15-й дом по 2-й красноармейской абсолютно неприметный, ну, такая рядовая постройка второй половины 19-го века. И опять-таки, если будет, тут не висит никакой мемориальной доски, ну, и в данном случае, может быть, она там и не нужна, потому что мы будем говорить про очень такую противоречивую историю. Я набрал книжек с собой и вот, пытаюсь их тут вытащить. Одну из них. это дом, который, это ключевой адрес двух ключевых фигур партии «Народная воля». Вот если мы уже посмотрим на эту книжку из серии «Жизнь замечательных людей» про Софью Львовну Перловскую в данном случае, то мы здесь вот откроем ее на том месте, где я заложил. глава называется «Лидия Антоновна Войнова». Первая рота Измаиловского полка, дом 18, квартира 23. Две комнаты и кухня. На окнах есть сильные занавески, на столе самовар. Это адрес по первой роте. И эти дома, поскольку они сквозные, они, соответственно, имеют двойной адрес. Вот в этом доме была последняя квартира Желябова и Перовской. Ну, соответственно, Желябов у нас тут жил. Живут в этой квартире дворянин Слатвинский и его сестра Лидия Антоновна Войнова. Слатвинский широкоплечий человек, красивый, откинутый назад головой, смелыми серыми глазами. Его сестра рядом с ним кажется ребенком. У нее вдумчивые, немного усталые глаза, высокий лоб. Неужели это она в свободные минуты читает самоохранительные вздохи? Конечно, нет. В общем, короче, Желябов и Перовская здесь жили гражданским браком. Собственно говоря, в таком положении, в каком находились они оба, довольно смешно говорить о супружеском счастье, рассказывали позднее те, которые близко знали обоих. Вечное беспокойство не за себя, а за другого отравляет жизнь. Бесчисленные дела и делишки, превышающие в общей сложности силы человеческие, не дают подчас и слова сказать. Говорить с чужим, говорить хоть по обязанности, освоить так обойдется. Серьезное чувство едва ли способна при таких условиях дать что-нибудь, кроме горя. Но на Желябова с женой иногда все-таки было приятно взглянуть в те минуты, когда дела идут хорошо, когда особенно охотно забываются неприятности. А когда дела идут хорошо? Когда хорошо подготовляется убийство Александра Второго. Вот тогда дела в партии идут хорошо. Когда хорошо подготовляется работа в рабочих и военных кружках. Тогда дела тоже идут хорошо. Вот видите, это единый комплекс зданий. Они всегда любили селиться во флигелях. И, собственно, 27 января 1881 года они вышли отсюда вдвоем в последний раз. И больше Желябов сюда не вернулся. Он был арестован на Невском проспекте вместе со своим крымским корешем. В большом здании на углу Невского и фонтанки. Об этом есть у меня в путеводителе. Ну и когда Желябов не пришел, Перовская поняла, что он арестован. И именно тогда она, соответственно, собрала экстренное заседание исполнительного комитета и сказала, что мы должны предпринимать максимум усилий для того, чтобы все-таки убить Александра Второго. И, в общем-то, они убили все буквально за несколько дней на углу, соответственно, Вознесенского и канала Грибоедова. Все было решено. Там же были сделаны бомбы. Ну и так далее. Бомбоубежище. Одно из. На самом деле это не военные. Не эпохи Второй мировой войны. Это уже было построено в 50-х годах, потому что эти бомбоубежища конкретно вот такого плана... Действующие. Да, действующие. Там проводятся дискотеки. Шутка за 300, да? Это бомбоубежище, оно уже было предназначено для, конечно, ядерной войны. То есть уже началась вот эта история с гонкой вооружений, все эти вот намарливые повязки, пропитанные марганцем. Ну, возможно, многие из вас в школе этим занимались, вам там рассказывали, как вести себя во время ядерного взрыва. Не знаю, как вести себя во время ядерного взрыва. Мне кажется, что во время ядерного взрыва можно просто, так сказать, помолиться всем богам. Вот здесь я говорил, что кофе можно купить, на самом деле. А не в этом, блин, где мы с тобой были. Да, тут чашечки красивые. Ну и, в общем-то, здесь же рядом, только не в ротах, а в семенцах, жильяба с Перовской были повешены по делу первомартовцы. Ну, а мы, собственно, вышли к основной теме нашей сегодняшней беседы. Одной из. Это действительно территория называется роты. Дальше вот там территория семенцы за технологическим институтом. Я вам сейчас подставлю карту, карту для извозчиков, специальная карта для извозчиков, которая показывает вам и эти самые семенцы, и вот эти самые роты, которые в дальнейшем были переименованы в красноармейские, и под таким именем, собственно, они до сих пор и существуют, красноармейские улицы. И если посмотреть вокруг, приглядеться, то есть тут такие вот единообразные дома желтого цвета, некоторые с портиками, некоторые без. Мы их еще увидим в дальнейшем. И доминантой всего этого огромного, даже не квартала, всей этой территории является вот этот вот замечательный живоначальный троицы Измайловский собор. Измайловский полк это третий полк по старшинству, условному совершенству, после Преображенского и Семеновского. Преображенские и Семеновские полки были организованы Петром Первым. Измайловский полк был организован Анной Иоанновной. В пику как раз Преображенцем и Семеновцем, потому что Анна Иоанновна прекрасно знала, что гвардия может тебя как на трон посадить, точно так же она тебя может с трона, собственно, и пюююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю Своя там пекарня, бла-бла-бла, ну и, конечно же, свой собор. И вот этот красивейший собор был построен по проекту Василия Стасова. Он же построил, кстати, собор, да, мы, конечно, подойдем. Он же построил собор и для у нас Преображенского полка рядом с той квартирой, где жил Иосиф Бродский. А до него, соответственно, барышня по фамилии Гиппиус. Вот там вдалеке, мы сегодня там не окажемся, но там вдалеке Варшавский вокзал, который больше не вокзал. Его переделали, причем не так давно. Оттуда когда-то, кстати, уходил блатнейший Норд-Экспресс, который описывал очень красиво в своих воспоминаниях Набоков. Набоков, он шел аж до Парижа, но, естественно, его переставляли Вержблова на другие колеса, потому что колея различалась. Ну, а у меня есть отдельный выпуск по поводу убийства Вячеслава Константиновича Плебе. Он был убит как раз перед этим вот вокзалом. Мы возле него сегодня уже не окажемся, потому что, ну, у нас и так длинный маршрут, хотя, конечно, там можно выйти и нырнуть в тот большой дом. И тот большой дом, кстати, тоже... Я вам сейчас заставлю еще одну книжку. Он фигурирует уже в другом произведении. Ну, не то чтобы искусство, но... Что, все мы немножко писатели. Вот в этой книге... Я там потерял одного из своих героев, потому что... Ну, что, греха таить. Тамтамовская братья, она потом трансформировалась в многие из них трансформировались в кино. И здесь у меня прямо описано, что Черный жил у себя в мастерской на Измайловском проспекте, по которой я свободно передвигался на велосипеде. В данном случае я это один из героев. У меня их там несколько. Один из героев ведет повествование от первого имени. Про другого героя идет речь от третьего лица. Вот там это дело было. И в этой связи вас ждет очень интересный перформанс, о котором я скажу отдельно, и который был мне, конечно, приятен для моих глаз авторских и все такое прочее. Значит, огромный храм. Естественно, огромное количество конспирологических историй, связанных с звездами на куполе шестигранными. Миллион раз об этом говорил, миллион двадцатый раз скажу. Вот буквально недавно мне прислали какое-то видео в какого-то паблика, где вот рассказываются про то же всякие там масонские, еврейские и прочие вещи, что вот сюда они пробрались. Это древний знак христианский, звезда Давида. Символом еврейского народа официального стало только в 20 веке официальным. До этого и до сейчас до сих пор это семисвечная минара вообще-то. Поэтому нет ничего удивительного в этом. В соборе, на куполе собора Сергиевского, который раньше стоял на углу, соответственно, Литейного проспекта и улицы Чайковской, точно такие же были звезды. Сам этот собор потом снесли. На его месте сейчас один из корпусов Большого дома. Я вам сейчас покажу старую фотографию. Вот, пожалуйста, точно такие же звезды. Ничего удивительного и мудреного. Здесь находится у нас бюст, мимо которого опять-таки все идут строем. Мало кто его замечает. Непосредственно Василию Петровичу Стасову. Видите? Он не просто архитектор, он еще у нас прародитель династии. У него был знаменитый сын, критик наш. Но он здесь, знаете, прямо какой-то комсомолец просто, а не архитектор. Раньше этот бюст стоял вот здесь, потому что это колонна славы, посвященная нашим победам во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Изначально она действительно была здесь поставлена, сделана из вражеских стволов. Дул. Меня все время мочат, когда я говорю слово «дуло». Ну, я обыватель, ребята, мне можно. Открывалась эта колонна по проекту Грима, она была сделана. По его же проекту там рядом у нас с Варшавским вокзалом церковь находится. Ну, там несколько было архитекторов, в том числе и он ее делал. При участии Александра Третьего, я вам сейчас покажу фотографию с церемонии открытия этого монумента. Он здесь стоял, ну, будем говорить откровенно, с художественной точки зрения, ну, не шедевр. Да, то есть, как бы, такая кукурузина, сверху это слава. Но она была снесена. Снесена она была не потому, что она некрасива, а потому что это признак милитаризма. Понимаете, да, в 20-е годы ее снесли и переплавили. Ну, и вообще, как я уже говорил, милитаризм и слово, кстати, патриотизм. Вот, кстати, Теркова Уильямс об этом пишет, что это еще даже до революции в либеральной среде патриотизм это было такое хи-хи-ха-ха. Патриот, то есть, ну, какой-то такой. Ну, сейчас бы сказали бы путиноид, вот примерно, да. А в 20-е годах это вообще стало ругательное слово. Патриот это значит ты вот не за интернационал, не за мировую революцию, а ты вот за какие-то свои родные шкурнические интересы. Потом в 30-е годах это все обратно повернулось. Еще очень потрясающий мотив сноса, то, что мешало трамвайному движению. Тут раньше трамвай ходил, но вы видите, что она сбоку находится. В итоге ее восстановили не так давно. Понятно, что это уже стволы ненатуральные. Сам собор ждала тоже печальная участь. Я на видео, по-моему, это не рассказывал, но вот планирую скоро очередную экскурсию провести. Был проект здесь сделать крематорий. Изначально крематорий хотели сделать на территории Александра Невской Лавры. Это было связано не только с тем, что нужно там осквернить и переформатировать концепт культовых сооружений. Потому что ведь до революции принято было хоронить в землю людей. Сжигали свои трупы только язычники, всякие эти нехристи и т.д. и т.п. Поэтому вот конвертации подобного рода очень быстро сминалось общественное сознание, что а вот теперь здесь вот так. Ну, мы придем на срем, но зато это сделаем основательно, капитально и вот. Но была еще и практическая история. То есть голод, военный коммунизм, гражданская война, просто тупо увеличилось количество трупов, а средств сил не хватало, кладбище тоже не резиновое, поэтому кремация уже приобретала характер просто необходимости. Но, слава богу, здесь конкретно крематорий не был устроен. Здесь был склад. И этот храм был отдан РПЦ, он был отреставрирован, и буквально на финальном этапе реставрации случилось страшное, случился пожар. Вся сеть была заполнена фотографиями, как горит купол. В итоге пожар потушили, ну и, в общем, была произведена второй раз реставрация, то есть уже того, что потом погорело. Ну и сейчас здесь проходят службы, и я думаю, что мы успеем коснуться еще темы собора этого у нас в самом конце нашей проходки, потому что сейчас мы ныряем налево, да, я вспомнил, мы туда не пойдем, мы пойдем вот сюда. Вот смотрите, видите, здание желтенькое, желтенькое здание, такое красивенькое, классическое. Сейчас тут всевозможные коммерческие структуры у нас живут. А вообще это солдатская казарма. Бывшая солдатская казарма измаилского полка, который, ну, после революции понятно, что все вот это там измаилцы, преображенцы, особенно симеоновцы, это все было зашкварой, там была специальная операция проведена с романтическим названием «Весна» по выявлению бывших солдат и офицеров, ну и, соответственно, по уничтожению их. А так-то это, конечно, славный полк, который покрыл себя славой во многих сражениях и во многих военных кампаниях. И еще тут, конечно, были так называемые измаиловские досуги, о которых я сейчас пару слов скажу. Вот это, где сейчас у нас магазин под номером 5, который очень любит оккупировать исторические у нас объекты. Я всегда рассказываю про... Я не знаю, есть ли она там сейчас, но в Москве высотки на Котельнической набережной, пятерочка, а вот эти потрясающие сталинско-ампирные люстры висят, а под ними колбаса. Да. Здесь у меня как-то была очередная экскурсия, подошел вот местный человек, такой с перевязанной ногой, голый, стал говорить, что он бухал, по-моему, со шнуром, у его спресс, с горшком, с рикошетом и с объекта насмешек и прочее. Вот, но очень такой, да, с бутылкой водки сейчас нашел. Измайловские досуги это такая тема, которую затеял великий князь Константин Константинович. То есть вот у нас Романовы иногда ассоциируются с чем-то хорошим, а иногда с чем-то плохим. Константин Константинович, безусловно, достойнейший представитель рода Романовых, ну, поэт, К.Р. Константин Романов, так далее, артист, драматург, гей, который сумел победить свою, как тогда считалось, пагубную страсть. У него не было, конечно, счастья в личной жизни. Его супруга заснула, когда он читал ей Достоевского. Да, вот такое. Там мы окажемся, но мы через двор пройдем. Вот здесь без пятерочки мы можем видеть. Это на самом деле конюшни не измайловского, а артиллерийского полка. Ну, в принципе, какая вам разница, собственно. Вот в этом здании кирпичном был когда-то консервный завод. Ну, то есть, опять-таки, вот мы ходим по городу, нам даже в голову не придешь, что сейчас здесь, ну, это сейчас самый центр-центр-центр, да, было производство, причем такое серьезное. Здание довольно красивое. Это тот самый кирпичный стиль, за который топил архитектор Виктор Шрётер. Да, в общем, чтобы офицеры особо там не бухали и прочее, великий генераль Константин Константинович предложил собираться, читать стихи, ставить пьесы и все такое. Его затея, слушай, мы не в тот двор зашли. Нет, мы зашли не в тот двор. Ну, давайте, давайте, раз уж мы зашли, я вам покажу прекрасные закутки счастья. Куда ж без них-то, без родимых? Видите? Вот оно. Вот оно, питерское, настоящее, настоящее питерское. а вот там еще круче. Пойдем в ту сторону. Да, я вспомнил, мы промахнулись. Тут мы насквозь не пройдем, наверное, вряд ли. Здесь еще круче, потому что, если еще видеть, вот так вот вот все, да, то есть. Зато цветочек на решетках. И зато вот это да, глаз алмаз, да, бетонный завод. Ге... Гестровский. Это дрельсонный люк. Но... убедит, что ли? Что-то такое. Вот вам, пожалуйста. Вообще не зря зашли. Такое еще сохраняется. Ну и, в общем, они стали собираться. На первых парах там, конечно, не очень много было желающих в этом всем участвовать. Но в итоге они даже сделали постановку пьесы, автором которой был великий князь Константин Константинович. Она была построена направо в Эрмитажном театре. И для КР измайловский полк, это была его бочина. Он там стихи писал, посвященные вновь прибывшим кадетам такие с отеческим наставлением. Но он, слава богу, умер до семнадцатого года и не узнал о дальнейшей судьбе его детище. Идем направо. Да, вот здесь у нас просто впереди очень красивый садик. но мы сейчас пройдем тоже вот так вот. Потому что здесь интереснее. И в связи с измайловским полком я вот часто рассказываю во время тоже своих экскурсий вот Анна Ивановна, которая измайловский полк организовала. Что за картина такая? Какая прелесть! ну вот собственно это такой знаете советский реализм. Картина по развитию речи. Первый класс семья на Ульяновых. То есть прямо с первого класса вам чипируют определенный образ, определенную информацию. Хотя вот этот вот парень на всякий случай террорист. Который мечтал взорвать Александра Третьего. И несмотря на это путешествия по Санкт-Петербургу продолжаются. Да, да. Здравствуйте. Очень приятно встретить вас в нашем дворе. Спасибо. Вы очень классно отработали деньги, которые я заплатил, чтобы вы открыли в данный момент окно. Жалко, я еще не на автомобиле Mitsubishi Gallant, который у меня был недавно. Во, вы даже это знаете. А я езжу и в год горе не знаю. Прям вообще агут. А я вам продал его. Ну, все, все. Да, у вас тоже неплохая тачка. Спасибо. Да, удачи. Ну, когда человек говорит про Mitsubishi Gallant, это сразу понятно, что он смотрит мой канал, потому что я действительно купил эту машину благодаря своему знакомому Саше. Не перестаю его рекламировать. Лучший в мире риэлтор и лучший в мире знаток в области автомобилестроения. Поэтому, если вам надо купить, продать что-нибудь, например, вот в таком милом месте, я сейчас покажу потрясающий флигель, отдельно стоящий, то обращайтесь к Саше, я укажу его координаты вот там. Ну и, собственно, благодаря Саше я Gallant и прикупил, потому что сначала я хотел купить себе новую камрюху, а он сказал, ты дурак, посмотри, как ты ездишь, ты вот, сейчас ее быстренько со всех сторон поцарапаешь, что и происходит обычно в моей жизни. Вот, и все, я купил тачку 2008 года, горе не знаю, огонь, машина огонь, в бизнес-сборке, вот, ну, у нее небольшой пробег для ее состояния. Вот, посмотрите, тоже, видите, пристроили флигель и окна в стену. Вот еще один, да, Котельниково, Василиостровский, Уральский, а, Уральская улица, да, 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 Уральская улица, дом 12, 12-й дом, Уральская улица, Котельниково. То есть, мы даже знаем, где располагалась, ну, Уральская улица, Васильский остров, там до сих пор, в принципе, такая полупромышленная зона, хотя там, конечно, в основном бизнес-центры, вот, но, тем не менее, то есть, видите, сколько всего интересного можно узнать, если просто внимательно смотреть под ноги. Вот, пожалуйста, из двух квартир состоит флигель, я думаю, вот здесь народ вообще не обламывается, тем более, там еще сверху мансарточка. И вот этот же самый Котельников. Выходим сюда. Я забыл, конечно, обратить ваше внимание, что там рядом вот с этим зданием Вольного экономического общества, там сейчас центр Плеханова, Плехановский центр, Георгий Плеханов, это у нас такой самый первый марксист и все такое прочее. Вот здесь отличный вид на гостиницу Советскую, видите, она прям торцом стоит, стоит торцом. Вот из этого дома с крыши очень красивый вид открывается, я туда залезал, но сейчас мы туда не полезем, потому что я забыл код от парады. это, никогда такой сомнений не происходит. Я никогда ничего не забываю, я никогда ничего не теряю, это все, это все про других. Разные бывают проходные арки еще и вот такие, так вот Плеханов Троцкого терпеть не мог, просто он его ненавидел всеми швабрами своей души, абсолютно. Но заметьте, что, например, вот царское правительство, вот оно арестовало Хрусталева, сначала был арестован Хрусталев, как раз по инициативе Герасимова. Осень. Осень. Шикарно. Да, ну и, собственно, после этого, это как раз совет рабочих депутатов и стал его еще более активнее призывать к вооруженному восстанию. Затем был арестован Троцкий, парус, вся компания. Что сделало царское правительство с ними? Отправило в довольно мягкую ссылку, откуда, естественно, Троцкий бежал. Новая власть не миндальничала. Она всех этих парней быстренько приминала, потому что прекрасно знала, что за этим может последовать. Здесь у нас типовая школа советской постройки, сталинская, с еще, видите, элементами такими странными. Пойдем, перейдем дорогу. Дело в том, что вот эти гирляндочки обычно они располагаются на всяких там доходных домах и прочее, символизируя рога изобилия. А здесь вот они такие украшательные. Факел у нас по центру как символ знаний, но точно такие же факелы уже как языческие символы отсылка к тем самым Древним Римом и Древним Грециям. Я, кстати, ошибся. Вот здесь вот я ходил и мы сейчас сюда зайдем, чтобы показать потрясающе кессонированные потолки. Да, а здесь это обретает опять-таки совсем иной смысл. Вот вам кусочек Венеции или Флоренции даже скорее у нас в Петербурге. ну такой в общем-то ничем не примечательный двор, но вот ради этого конечно стоит сюда проходить. То есть владелец заморочился сделать, ведь это лишние деньги, это лишние траты, вот все вот эти розетки налепить и прочее. но вот насколько было важно выпендриться в данном случае в хорошем смысле этого слова. Ну конечно когда в самом начале это все дело происходило, оно происходило изящно, да, сейчас это все конечно мама дорогая, да, но вот деревянные эти вставки, они из дореволюционных времен сохранили, что тут огромное количество краски, слои, да, и так далее. Вентиляция видите, встроенная, родная. И сейчас я вам еще покажу интересную е. Я специально так побыстрее вас вожу, потому что с группой конечно мы тут если в полтора часа укладываемся, это прям огонь. Кто-то пытается украшать наш город и вот таким даже образом. Да, вот заморачиваются, вырезают, наклеивают на радость прохожим и на горе ЖКХ. потому что надо все отдирать, красить и так далее. Их на самом деле тоже можно понять, потому что у них есть регламенты и законы. То есть на самом деле проблема это не в ЖКХ, а проблема в регулировании таких вещей. То есть нужно создавать какие-то площадки, куда нужно подавать заявки, где будет рассказываться, что мы хотим сделать, зачем, почему и как. детей ведут в здание, но это здание оно стоит на очень интересном фундаменте. Вот так вот мы ничего не поймем, вот если мы посмотрели туда, то мы поймем, что это бомбоубежище. Ну и посмотрите, вот какая красота неземная. Старая советская постройка гаражная. Крылечко, да, потрясающее. У нас еще не было сегодня слово потрясающее. Здесь дверь открыта, но на черных лестницах, как правило, ничего интересного нет, собственно, как и здесь. Хотя, ну да, это типичная такая история. Мы возвращаемся обратно помимо ну и помимо то есть военного характера местности, конечно же, везде должны были быть свои структуры, следящие за правопорядком, ну и, конечно же, за самым страшным явлением той эпохи, это за пожарами. Называли съезжие дома, тоже миллион раз об этом говорил и даже показывал эти дома, они раньше были все с навершиями, с колончами. И я сегодня кое-что об этом покажу. Вот мы сейчас придем сюда тоже хочу продемонстрировать. Надо поторапливаться. Жизнь, она дана нам для того, чтобы ее прожить активно, хотя Гончаров в своем романе обломов считал иначе. И Таркова Уильямс просто что я вспомнил, она пишет про встречу с Гончаровым, писал, что он какое-то очень серое впечатление оставил о себе. Вот видите, железненько. Сейчас мы обойдем. Вот. 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 Деревяненько. То есть на самом деле здесь раньше был проезд, его заделали и используют под определенные цели. Это новая тема францисканская, то есть буквально в нулевых годах она была организована. Вот. Я хочу обратить ваше внимание на вот это вот здание. Это как раз бывшее здание свежего дома, полицейской части, как хотите его называйте. Интересно то, что если мы тут есть такой очень интересный эффект. Интересно то, что есть интересный эффект. Мне можно преподавать собственную риторику. да, что в красивой форме я красивый могу красиво учить, красиво говорить и жить красиво. если мы будем смотреть с этой стороны мы не увидим очень важного элемента, который должен быть у каждой в принципе до сих пор пожарной части. а здесь до сих пор пожарная часть сохранена, причем если мы вернемся и ну да, да, мы заботимся о здоровье и фигуре операторов, чтобы они были стройны и прочее. Ворота адреляционные, посмотрите какие совершенно потрясающие петли здесь находятся. То есть этим воротам больше века. Как это? Гипробум называется, да? Гипробум, да, это заведение советского характера. Мы сейчас идем налево. Я тут часто экскурсии как-то водил, я до сих пор помню, что вот там был раньше магазин, а был в Ное, где мы пошли стельки купить. То есть люди приехали, а, или там, люди приехали такие, знаете, из Сибири, они в своих, своей одежде, в своей обуви, но это Питер, да, пошли купили стельки. Вот если сейчас мы зайдем сюда, то мы вдруг увидим, ой, не сюда, нам надо дальше было зайти, но мы увидим вот это вот сооружение, да, я на самом деле всегда заходил с той стороны и чисто автоматически я показываю, что эту башню вашу видно только с той стороны, а с той не видно, а тут что-то я как-то на автомате нырнул, смотрю, что-то я не туда зашел, но мы с благими целями. так вот мой внутренний навигатор просто, ну я помню, что надо идти налево, я вообще удивился, что мы как-то так мало прошли, потому что и вот этого эффекта не возникло, потому что с той стороны вы этой башни не видите, и вы ее здесь-то не сразу вы увидите. Ну бывает, вот сюда нам надо, то есть, да, тут вот как бы, как я обычно делаю, мы сюда идем с группой, я говорю, вот смотрите, ничего нет, ничего нет, ничего нет, кроме, как правило, бухающих персонажей, вот здесь вот они обычно сидят, вот, и потом мы выходим сюда, и я говорю, а вуаля, видите, ну вот, к сожалению, в вашем случае она не получилась, а вуаля, да, то есть, она есть, эта вышка, но она скрыта от глаз посторонних, ее действительно не видно с Красноармейской улицы, а что здесь видно? Цветы елочки в окошечках, занавесочки наши любимые, сеточка антикомариная, немножко покоцанная, да, так вот, сейчас я вам подставлю, просто фотографию, она была сделана вот с того угла, вот, примерно, где вот тот вот дом, трехэтажный, и вы увидите, соответственно, у нас эту самую колончу свежего дома, а мы тем временем идем вот сюда, и вот здесь, конечно, мои самые любимые дворы, которые показывают, как прекрасен этот мир, посмотри, как прекрасен этот мир, октябрь на дворе, понимаете, и до сих пор солнце, но, правда, уже завтра обещают дожди, но это большая редкость, конечно, для Петербурга, бабье лето сместилось, я вот в этом году крайне удачно попал, то есть, очень холодный был сентябрь, я уехал в Крым, там, конечно, по мнению местных, последние дни моего пребывания тоже были очень холодные, хотя я залезал в воду, и там было теплее, чем на улице, и я такой вылезал оттуда, и люди стоят в пуховиках и говорят, ну, как вода, я говорю, отличного она ем, не, мне, ну, и вот, понимаете, Крым, но я об этом еще скажу, конечно, в отдельном своем блоге, мы сейчас обойдем это все, но ты не заболеваешь, вот в чем прикол, то есть, ты купаешься в этой холоднющей воде, но не заболеваешь, приехал сюда, все, сопли, горло, все, как мы любим, хотя я в основном живу в Сестрореске, а там это тоже же курортный район, бла-бла-бла, как же фамилия-то этого немецкого архитектора на шее, Шауп, по-моему, Шауп это построил, этот дом, там машины едут, ну, вот опять-таки, видите, как может прекрасное здание превратиться в абсолютное уродство и за счет того, что оно покрывается вот этой патиной, грязью, серостью, а вообще, конечно, это прекрасный шедевр такого уже рационального модерна. Вот мы были там, вот опять-таки, отсюда вы еще не поймете, что это здание, оно находится на территории бомбоубежища, а мы едем сюда. И здесь мы будем петь песню, как прекрасен этот мир, посмотри, но здесь он менее прекрасен, а более прекрасен он вот здесь. Ух ты, автомобиль какой! Как прекрасен этот мир! Вот обычно сюда, когда я завожу людей, вот тут у них случается, конечно, маленький экстаза, там подсобка, вот, видите, как красиво, да, но сейчас еще светло, тепло, и поэтому нет вот этого, понимаете, ощущения счастья, не всем хочется петь песню, как прекрасен этот мир. Вот здесь очень красиво заделаны окна, видите, архитектор этого здания, фамилия у него Петров, между прочим, как и моя, в девичестве, потом я вышел замуж и поменял свою фамилию на перец. Да, вот, красота неземная, бывает, да. Сейчас мы выйдем туда, хочу показать там еще прекрасный элемент. опасная зона, машины не ставить. Сейчас мы ее прочитаем, вот, видите, тоже. Блин, а там очень долго была швейная машинка, ее убрали. А здесь вообще заложили, видите? Юрьево. Да, вот, пожалуйста, племенные кирпичи. Уважаемый водитель, в холодное время года, заводя автомобиль, не приняйтесь убедиться, что в моторном отсеке никого нет. Бездомные коты могут прятаться там от холода. В крайнем случае, постучите по капоту руку. Если у вас автозапуск, пожалуйста, откройте капот и убедитесь. Таким образом, вы, возможно, спасете жизнь. Ну, крысы, да, я знаю, пробираются. Как раз у Саши крысы проводку пожирали. Вот насчет котов я в первый раз такое слышу. Они очень любят на, конечно, на этих, на капоте греться, когда он особенно, вот, машина поработала. Очередной раз показываю вам, вот, видите, деревянные перекрытия. Ну и здесь обычно мы вот идем вот сюда. Тут все тоже очень красиво, эстетично, уютно, стильно, жизнеутверждающе. Но сейчас мы ее заменим. и раньше, раньше здесь был проход. Я обычно говорю, что плохих экскурсантов мы засовываем в этот карцер. свобода попугаям, свобода. Видите, какое прекрасное. А-ля-ля, как прекрасен этот мир, посмотри. не время ли нам сменить батарейку, чтобы наша любовь не умерла? Давайте это сделаем. Батарейка заменена, любовь продолжается, но нам, в общем-то, осталось не так много, тем более, что оказалось, что это у нас же сегодня вторая съемка, и у нас и вторая батарейка тоже садится. Вот оно, вот оно чудесное. А здесь была просто самая настоящая у нас история любви, ненависти и всего остального. Мы как-то здесь шли, и здесь валялся выкинутый букет и разбитые чашки. То есть я сделал кадр, за которым прослеживалась самая настоящая драматургия. Вот всегда показываю такие темы, квартиры, видите, 1, 2, 3, 4, 5, но на втором этаже 2 и 24. Почему так? Потому что квартиры пилились во время реконструкции в 60-х годах, реновации, пользуясь тем, что два входа у них, белый и черный, парадные и черные подъезды. Вот отсюда подобные метаморфозы происходили. Если вот мы здесь посмотрим на один снимочек очень интересный, и ты знаешь, что, наверное, я думаю, что мы, наверное, здесь и тогда и завершим наш увлекательный маршрут, да, не будем идти, да, котики, котики, да, я вам сейчас хочу поставить пару снимков, которые были сделаны именно на этой улице, ведут военнопленных, немецких, но это еще Первая мировая война. Вот один. Сейчас вам покажу вот один кадр и второй кадр. И интересно, что кисю, кисенька. Кисенька. Ну что, ты в капот заберешься, да? Временный пешеходный переход. Интересно, что если мы посмотрим вот на кадры дореволюционные, то мы видим, что на месте этого здания раньше было общество электрожесть. Да, электрожесть. Мы можем дальше там выйти дворами, но я думаю, что, да, сейчас уже погуляли, норм. Я, скорее всего, просто сделал еще один маршрут уже оттуда, с Варшавского вокзала. Тем более, там у нас и Николаевское кавалерийское училище, связанное с именами как Лермонтова, так и даже Мусоргского и Семенова-Тяньшанского. Им там бюсты установлены. И да, это училище переехало с Мариинской площади, ныне Исаакиевской, туда, поэтому, собственно, проспект назван Лермонтовским и все такое прочее. Нам просто сейчас надо бежать еще на следующие съемки. Но вот вам еще кусочек Петербурга ротного. Хотя сейчас, конечно, вряд ли кто скажет, я живу в ротах. То есть, Сергей Владимирович Шнуров, когда давал какое-то свое интервью, он говорил, что он вырос в Семенцад. Но он действительно местный житель, он так мог себе позволить. сейчас, конечно, так народ не говорит. Я вам хочу напомнить, что, во-первых, вот эти прекрасные здания, которые вы сейчас видите, это не что иное, как трансформаторная будка. И вот видите, тяговая подстанция номер 4. К сожалению, перформанса на основе романа Корень не будет, потому что театр ушел в спячку. Театр, который должен был ставить спектакль по нему. Но есть целая масса других радостных новостей. Во-первых, возобновляются лекции серии Романова без соплей. Вас ждет исторический такой стендап перформанс. Стендап не в плане того, что там будут шуточки, а в плане подачи. Мы будем говорить про Петра Первого, про самого главного гениального царя Фрика. 23 декабря четверг вечер 20.00 Санкт-Петербург, 26 декабря воскресенье 16.00 Москва. Количество билетов, собственно, как и на экскурсии ограничено, поэтому приобретайте заранее, потому что вот эти истории в последний день, а можно прийти, пожалуйста, сверх нормы, ну, не всегда это возможно. Ну и главная новость для тех, кто решит посетить Петербург в новогодние праздники, аж с 31 декабря вас ждут новогодние пешие экскурсионные туры со всеми вытекающими отсюда последствиями. Как говорится, матч состоится в любую погоду, поэтому, пожалуйста, одевайтесь теплее, запасайтесь термосами, фляжками, кто чем может или хочет, и приходите. Употребление любых согревающих напитков не возбраняется. Ну, в надежде на то, что вы знаете меру и умеете держать себя в руках. Все ссылки, вся информация есть на сайте и у меня в группах в социальных сетях вы это все можете увидеть в описании под этим видео. Вот. Здесь вам будет более понятно, почему это трансформаторная будка революционная в данном случае. Напоминаю про книжечки про мои. Вот Роман Корень про недолго про скинхедов, на самом деле про многое что. Путеводитель мой Невский с перцем Каждый дом по Невскому проспекту и очень интересная книга про пиар во время русско-японской войны с большим количеством иллюстраций. На этом все, друзья мои. Оставляйте ваши комментарии. Зависит? Да, я завис. Я завис. Оставляйте ваши комментарии. С вами был гид Павел Перец. Увидимся. Пока. Субтитры